Петербургский международный газовый форум редко приносит интересные автомобильные новинки. Однако мероприятие этого года оказалось приятным исключением. Как минимум, публике предъявили роскошную вахтовку КАМАЗ-6250. А попутно глава грузового автогиганта Сергей Кагогин раскрыл газовые перспективы своего предприятия. Так, в октябре на конвейер вернутся метановые грузовики классической серии К3, которым пришлось пережить процедуру пресловутого импортозамещения. Как уверяет господин Кагогин, перевозчики весьма активно покупают полноприводные шасси, работающие на газомоторном топливе. Они оснащаются моторами V8 и девятиступенчатыми коробками, которые КАМАЗ теперь делает без участия фирмы ЦТФ. Но главная новость. К концу следующего года КАМАЗ выпустит магистральный тягач 54901 на сжиженном природном газе. На его раме будут размещены пара криобаков китайской фирмы Ойань. Притом каждый вмещает аж по 530 литров метана. Рядный шестицилиндровый двигатель выдает 450 сил. У него сниженная степень сжатия, оригинальные поршни и, конечно, искровая система зажигания. Ее, кстати, помогла проектировать американская фирма Woodward. На одной заправке такой грузовик способен преодолеть до 1500 км, а его выхлоп отвечает эко-нормам Евро-6. Вот только по самым скромным прикидкам, стоить метановый КАМАЗ будет на треть дороже дизельного. Но главный минус сжиженного метана – это острый дефицит криогенных заправок. Даже «Газпром» не называет их количество, но уточняет – к 2023 году таких станций должно быть ровно 80 на 12 ключевых магистралях страны. С другой стороны, при активной эксплуатации газового грузовика экономия доходит до 40% от общей стоимости владения. Вот только эксплуатация должна быть действительно активной. При длительном простое метан банально стравливается из криобака. Для справки, сжиженный метан получают, выполняя на специальном заводе очистку, осушку и охлаждение газа. Для того, чтобы выполнить последнюю операцию, к метану добавляют азот при температуре минус 180 градусов по Цельсию, а финальная операция – сжижение. На более привычном перевозчикам сжатом метане поедет строительная и развозная техника поколения КА-5, а также некий сочлененный автобус, но последний будет готов не раньше 2024 года.